Приветствую вас. Итак, есть несколько моментов, которые вы достаточно четко обрисовали в своем письме. Первое, это у вас не получилось выйти замуж за мужчину, с которым вы, значит, хотели связать себя в зиму брака. И второе, от вас все остальные мужчины сбегают так же. И третье, вы хотите в семью и родить ребенка, если у вас есть потребность. Начнем сначала. Если у вас разрушились отношения с молодым человеком, до которого вы мечтали выйти замуж, то логично предположить, что, может быть, вы не до конца отпустили его еще. И образ этого молодого человека преследует вас, когда вы общаетесь с другими мужчинами. И с другими мужчинами вы как бы пытаетесь заменить вашего вот этого молодого человека. Естественно, это не получается, и в итоге отношения не клеятся. Если это так, то отношения с вашим молодым человеком нужно прорабатывать, чтобы помочь вам опустить их эти отношения. И тогда у вас все будет более-менее в порядке, вы будете свободны, сможете воспринимать мужчин как самостоятельных личностей, как носителей собственной ценности, что и поможет вам лучше с ними строить отношения. Дальше. Если у вас возникла, занижена самооценка в результате того, что вы разрушились с молодым человеком, то эту самооценку нужно повышать. И повышать ее нужно за счет постановки целей, которые исходят из ваших стремлений, идеалов и желаний, не связанных с личными отношениями в данном случае. Разбивкой их на задачи и последовательным выполнением этих задач. Выполняя эти задачи, вы будете чувствовать себя более уверенный, более достойный и так далее. Дальше. Поскольку трое мужчин от вас сбегали, то что-то в вашем поведении, ну скажем так, им не нравилось, или нравилось, но не до конца. Это значит, что необходимо проработать, проанализировать ваше поведение с ними для выявления ошибок, для наиболее полной оптимизации вашего поведения. Чтобы оно было направлено исключительно в конструктивное, позитивное русло, а не в негатив, в негатив и деструктив. И таким образом, вы смогли бы строить отношения с мужчинами более успешно. Потому что, когда у вас два раза не получилось построить отношения с мужчинами сбежало. Смотрите, раз вы уже скорее всего были к этому готовы и неосознанно к этому все ввели. Вот это поведение, сценарное, и вон он все разбивал. А этому необходимо выявить триггеры, то есть те движущие моменты, которые провоцируют такое поведение и их устранить. Наконец, дальше. О чем нужно сказать? Если вы, если вы молодого человека любили очень сильно и хотели от него ребенка, то безусловно это означает, что желание иметь семью у вас превалирует. И мужчина вам нужен для того, отчасти, чтобы создать собственную семью. То есть мужчину вы используете в данном случае как средство, ну вы увидите его как средство. Этот момент тоже нужно исключить, потому что до тех пор, пока вы будете относиться к молодым людям вокруг вас как средством для достижения целей, своих целей. У вас могут быть проблемы. У вас не будет получаться строить с ними отношения именно по той причине, что они для вас средства. А мужчина это самоцель. И когда мужчина будет давать самоцелью, вы сможете стараться делать его счастливым, давать ему то, что он хочет, то, что ему нужно. И тем самым исключать возможность того, что он от вас уйдет. Потому что, ну, ни один мужчина не уйдет от женщины, если она дает ему то, что ему нужен. Ни один мужчина этого не делает. Вот, примерно в таком направлении вам нужно работать. И для этого вам желательно выбрать психолога на нашем ресурсе, с которым вы и проведете соответствующую работу. Если, конечно, самостоятельно не сможете справиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна. Субтитры создавал DimaTorzok